Девчонки, снимаю вам. Шанель пришла новая коллекция. Я уже опять себе пооткладывала. Видите, какие классные тени пришли. Это два хайлайтера, которые, помните, были limited edition в тех годах. Вот они такие масляные. Они у нас ушли очень быстро, очень популярные. Теперь сделали такую дуо коллекцию и вот это. Тени я сделала с Watch. Классные вообще. Есть такие похожие в Dior. Выключила музыку, а то меня забанят. В общем, классные. Не знаю, у меня свет тут дурацкий, но по тесте классные. В принципе, носибельные на каждый день. Потом хайлайтер будет вот так вот выглядеть. Большой такой, да, штукенции. Мне понравилась Aurora Rose. Он тоже у меня здесь. Достаточно такой, знаете, на лето, на Рождество. Только достаточно деликатный, но, конечно, лучше пойдет под загар. Можно и тени использовать вот все, что угодно. Классные лаки для ногтей. Вот этот просто как топ очень классный. Зелененький, красивый. В общем, я думаю себе купить вот эти два лака. Они очень классные. цвета интересные. Как топ классный, очень деликатный. Ну, естественно, две помады. Но у меня куча, поэтому я не стала брать. Но красота неимоверная. Помада, конечно. Руки чешутся, но уже куда. Вот, очень красивые оттенки. Но я, как всегда, себя радую к Рождеству. В общем, у меня будет вот такой хайлайтер. Два лака. Сейчас еще покажу, что. В общем, затариваюсь я к Рождеству. Ну, в основном это все пойдет на лето. Сейчас вам покажу еще. Пришла вот такая красота. Видели вы, наверное, в аэропортах. Ну, пятерка. Это такое нежное масло с такими блестками. Кстати, деликатно на коже. И запах держится долго. И классно. Мы уже с девчонками протестировали на лето. Знаете, так под блестки. Видите, у меня был крем от Victoria's Secret. Секрет. Кончается. И вот это супер. Себя порадуется. Шанель номер пять. Очень теплый, вкусный будет пахнуть. Это зима-зима. А Мадемуазель очень легкий. Такой цветочный. Даже вот у меня на коже. У меня теплая кожа сидит. Даже сладким отдает. Вот это на лето, на отдых. Видите, здесь как оформлена. Такая красота. Мне такую подвесочку хочется. Все супер. В общем, как уси начинается, у меня заходит Шанель номер пять и Габриэль. Ну, иногда Мадемуазель. Но сейчас пока. Вот сегодня с девчонками намазывались маслами. Пахнем. Ну, красиво, конечно. Пришли всякие новогодние опять Estee Lauder, как обычно. Мне вот в этом году нравится, что у них вот такая палетка. Бронзер два. Двое румян. Очень классные. Мне вот в этом году нравятся помады на Сибирь. Савашчик. Саважик. Видите, как дольче Кабана в этом году оформили. Тигр. Том Форд пришел в таких вот подарочных. Дюровские, кстати, у нас убрали их почему-то. Их пришло у нас по две штуки где-то. Джадуровские парфюмы и мисс Дюр. И убрали. Очень красивые упаковки пришли. Подарочный набор. Покупаете парфюм, а в подарок идет, в общем, вот такой крем для тела. Пока убрали. Видно, для своих подружек будут продавать. Ну, или, может, выложат, потом стенд пришлет. Ну, по две штуки пришли, так что девчонки, спешите. Такие тоже всякие пришли подарки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, я еду на работу, опаздываю, было куча времени, закрутилась, думаю, дофига времени. Дома сегодня решила ничего не делать, думаю, окей. И думаю, что мне выбрать сегодня одеть такую верхнюю одежду, потому что она лежит в шкафу, как бы, знаете, как бабушке, бережёшь, бережёшь что-то, а потом раз из моды вышло, и она у тебя лежит. Вещи хорошие, и не знаю, почему-то я вешаю, так покупаю вещи, иногда вешаю, и такая, пусть лежит. Может, там, когда в ресторан пойду, или там, знаете, ещё что-то. Хотя это можно носить каждый день, и покупалась, в принципе, на каждый день. Просто, не знаю, вот эта вот штука красная, да, скоро Рождество, у меня сегодня Рождество. В общем, я специально покупала в том году, вот они выпускаются каждый год в новом цвете. В этом году они такие шоколадные цвета, вот такое пальто, оно из шерсти, в общем, от Мария Филиппа. И есть такие популярные тоже из Максмара, но они стоят там, да, допустим, 7 тысяч. Это тоже, как бы, вот это вот не дешёвое, но они бывают... Ну, Максмара мне ехать надо далеко, но можно, конечно, заказать, но надо мерить всё равно. Вот, а этот магазин у нас есть, можно померить всё. У меня 36 размер на мне, можно было 38, но 38 можно покупать, если вы будете толстый свитер одевать. Мне они нравятся по длине спины, мне 36 больше подходит. Вот, и, в общем, и они продаются иногда на скидках сначала, там, 30%, потом 50%, потом 70%. И вот этот, он вам чуть-чуть цвет искажает, он был на 70%, потому что, как бы, Норвегия любит чёрное, коричневое, серое, все-таки приглушённые цвета, не все любят такое яркое, ну, а мне в самый раз, мне, как бы, нравится. Я могу одеться во всё, в чёрное, да, вот шарф я сейчас связала, классный, такой лёгкий, не колючий и тёплый. В общем, во всё чёрное, плюс вот такой акцент, да, там нюд, майкап и всё. И вперёд. И на 70% выходит вообще дёшево, шерсть, классные качества, и, в общем, мне нравится. В общем, если получится ещё в этом году купить шоколадный, то я куплю шоколадный. Раньше были модные серые такие, точно такие же, только укороченные варианты. Он у меня тоже есть, прикиньте, я его одевала всего один раз, потому что покупаю что-то хорошее, в шкафчик повесила, и пусть висит. Я использую какие-то, знаете, вечно спортивные куртки, вечно какие-то там дождевики, но это всё понятно, но как бы раз, одел, пошёл, да, и пофиг, как ты выглядишь. Ну, как-то хочется тоже наряжаться, я думаю, нет, нафиг, всё в шкафу висит, всё потом выйдет из моды, надо носить, тем более я ещё хочу коричневые, в общем, у меня будет тогда два, один серый, один белый, в общем, ещё есть у меня один серый с подкладкой, которую вот действительно я одеваю, когда мы с мужем куда-то ездим, так что, в принципе, беречь не надо, нужно носить, нужно избавляться от этой привычки беречь. Вот, и ещё девчонки, зарекалась, ничего не покупать, нужно копить мне, в общем, как всегда у всех кредиты, да, там и всё. Ну, и опять не смогла пройти, зашла я в матч, кто в Норвегии живёт, знает тоже магазин, или вот это Мария Филиппа фирмы, и они выпустили такие платья и кофточки, вот хотела вам показать, и вот уехала, не засняла, не собранная сегодня. В общем, от Мария Филиппа они сейчас висят на 50%, что-то их никто не покупает, скорее всего, они будут на 70%, но я взяла на 50%, потому что, ну, потому что размеры пока есть. Платье я взяла 36%, а кофту взяла 38%, потому что кофту буду носить с джинсами, и хочу под эту кофточку, может, ещё такую майку одевать, шерстяную, чтобы так, блин, потеплее было. Вот, просто я к машине еду, светофор сломался, и все гонят, и думают, что все их пропустят. Вот, как же он называется, это не велюр, а, знаете, такие в полосочку есть, такие материалы, он такой немножко грубоватый, вот на зиму хорошо, но в то же время вот Мария Филиппа выпустила его в такой мягкой форме, что приятно очень к телу, он не совсем так колом стоит, вот как-то такие в полосочках, как они называются, забыла, я вам покажу, вы поймёте, что это такое. Вот, очень классные, там два оттенка, в общем, и мне понравился, знаете, такой бежевый оттенок, там с какими-то, то ли цветочками, то ли что-то, ну, видите, мне очень понравилось, в целом смотрится классно. Немножко, знаете, как смотрится такая деревянская мадам, вот, крестьянинка какая-то. Но платье классное, я такие платья видела тоже в других фирмах, в других магазинах, там, допустим, однотонные серые или ещё какие-то, вот, а это такой оттенок приятный, в общем, мне понравилось, и, знаете, хочу больше носить платьев, мне уже эти штаны, ну, уже штаны надоели, а в Норвегии, в принципе, штаны, потому что ветер дует в походах постоянно. Ну, думаю, можно, когда мне в поход не идти, можно и в платье, и, в общем, походить, вы уже знаете. Ну, и можно и в платье сходить, если надо будет, если уж приспичит. Вот, покажу вам, наверное, в конце видео. Это покупка и по 50%, и я растянула это, чтобы, потому что мне сейчас у Ксении день рождения, 17 лет будет, у Ильяса тоже день рождения, так что куча подарков в этом году. Мы с мужем решили, как я вам говорила, подарки не делать, вот наша поездка была подарок, ну, как бы мини-подарки будут для него, а мне он, не знаю, сделать не сделать, скорее всего, все равно что-то такое мини-пинни купит, вот и я ему тоже там. Еле для душа такое чисто, чтобы уж совсем не сидеть. Ну, фигня, в общем. В основном у нас акцент сейчас на детей, потому что все-таки Рождество, Рождество, День рождения, День рождения, дети есть дети, вот. И сейчас хочу тоже вам еще одну тему раскрыть. Сейчас зайду на работу, девчонки будут смеяться, хотя в магазинах уже сейчас Рождество, и все уже наряжено под Рождество, и я тут такая в красненьком захожу. Ну, красный, вот не знаю, вам какой-то совсем другой на камеру, вот сейчас я снимаю, а вот в жизни он такой спокойный, намного такой приятный цвет, поэтому я выбрала. Вот, и хотела поговорить, ну, многие, я знаю, что смотрят Ленна Хеппи, у нее очень много подписчиков, там кто отписывается, кто приписывается, но все равно она такая популярная, всех задевает, кому-то нравится, кому-то нет, вот. Вот, но я иногда ужасаюсь, какие комментарии ей пишут, она просто снимает свою жизнь, да, там, ну, что рассказывает, сами смотрите ее, с кем встречается, с кем не встречается, живет там, ее так обсуждают, и меня, в общем, ну, я иногда бываю в шоке, когда я смотрю иногда кого-то, мне, знаете, допустим, сегодня настроение такое спокойное какое-то, хочется чего-то спокойного, хочется одну блогер смотреть, потом иногда мне нужно там адреналин поднять, я смотрю другого блогера, и знаете, у меня нет такой блогер, который я сижу все время там на одной, нет, у меня так по настроению. Иногда обучающие какие-то смотрю, вот, в последнее время видосы, и Лену Хэппи, как бы, я на нее подсела уже давно, потому что она раньше снимала браслеты, как делать, и у меня дочка тоже занимала, как бы, раньше больше у нее было времени, она тоже делала браслеты всякие, и, в общем, Лену Хэппи, она делала, да, из натуральных камней там, и меня это раньше видео просто успокаивали, я когда смотрела, когда она рассказывала про камни, что эти камни обозначают, какие цвета, вот, показывал браслеты, не знаю, вот, когда я смотрю на эти кружочки разным цветом, мне, ну, во-первых, мне хочется, мне нравится смотреть на текстуры, я же, ну, не нормальная, вот, косметоз, мне нравится текстура, мне нравится, вот, как это смотрится, цвета, мне нравится, и, в общем, меня вот эти видео успокаивали, когда мне вот хотелось что-то такого уравновешенного, что-то такого спокойного, и у Лены Хэппи еще мне нравится голос, у нее приятный, тихий голос, такой размеренный, даже она как-то ругается, она всегда, ну, как бы, такое, ну, мне нравится, вот, иногда мне не хочется ее смотреть, иногда вот я смотрю, в общем, я на нее подсела, я, в общем, смотрела, смотрела, я, в принципе, когда я смотрю в блогерах, я практически никогда не комментирую, я могу поставить лайк, дизлайки я не ставлю, потому что это каждый труд человека ценится, какой бы он ни был, он трудился, поэтому, ну, как можно поставить дизлайк кому-то, ну, иногда просто ничего не ставлю, если мне не хочется, но в основном бывает лень, я просто просматриваю, вот, ну, я никогда не комментирую, и, в общем, почему я про нее говорю, во-первых, меня возмущают люди, которые пишут, даже вот мне иногда какие-то вообще дурацкие комментарии, вообще там пытаются оскорбить, но также ее, ну, и многих так, блогеров, раз ты блогер, у тебя будет оскорбление все равно, ну, я просто не понимаю, как так можно, написать, пишут вообще там гадости, я, что хочу сказать, в общем, все никак не начну, вот. Бывают такие, знаете, в жизни ситуации, в общем, у тебя там куча знакомых, там очень много знакомых, ты знаешь много людей, там, да, там вы встречаетесь, не встречаетесь, там переписываетесь, где-то вы там пересекаетесь, вот, и такая в жизни бывает ситуация, допустим, что кому-то там нужна помощь, допустим, да, и вот, допустим, так случилось, что моим родственникам там нужна была помощь, и я не знала, как помочь, а нужно было оперативно, быстро, и, допустим, от меня много что зависело, там буквально за два, за один, за два дня много зависела, как бы судьба, как повернется у этого человека, вот, и ты, допустим, я не спала, я вообще там сидела, всем писала, вы знаете, есть такие ситуации, ты стесняешься попросить там кого-то, иногда думаешь, блин, попросишь, потом сама будешь должна, или не хочется людей напрягать, потому что я знаю, допустим, что я спрашивала некоторых девчонок, чтобы они помогли, но я знала, что именно они помочь не могут, но, допустим, их родственники или их друзья могут помочь, и я как бы, ну, иногда не хочется напрягать, да, там, и люди, у кого-то спрашиваешь, допустим, ну, знакомый какой-то, у подружки, чтобы она напрягла, допустим, кого-то там, как бы, им тоже не хочется напрягаться, и кого-то напрягать ради кого-то, да, там, понимаешь, но есть такая ситуация, что ты все равно кого-то спросишь, вот, тебя надо спросить, иначе, ну, ты не найдешь выхода с этой ситуации для человека, а помочь надо вот прям быстро, вот, и у тебя начинается такая паника, ты начинаешь уже искать, я писала, я не стеснялась, я писала всех, кому я примерно знала, у кого есть выход на это, допустим, чтобы могли ему помочь, в общем, и ты понимаешь, что, ну, как бы, в окружении тебя, ну, никто не может помочь, так получается, такая ситуация, что, ну, не могут люди помочь, или нет у них никого, чтобы кто-то помог, в общем, и ты думаешь, ну, что же делать, что же делать, ты уже, ну, уже всех просто поднял, не нашел ничего, и тут, конечно же, у тебя в руках телефон, да, там телефон, и ты в мозгах прокручиваешь, кого ты еще знаешь, кого ты знаешь, а больше-то ты никого и не знаешь, вот, и в основном, так как вот я веду свой канал много лет, смотрю кого-то, я уже пошла, знаете, на крайняк, я начала уже писать людям, которых я там сто лет смотрю, нам кажется, что мы их знаем, на самом деле, да, они нас не знают, да, и в принципе-то мы их не знаем, и, в общем, я начала, если короче сказать, писать блогерам, блогерам, которые уже там раскручены, и даже блогерам, которые не раскручены, которые вот рядом, там рядом, чтобы могли помочь, да, кто-то ответил, что там, что, допустим, они не могут помочь, и это я была очень благодарна за то, что они ответили, что я знала, что как бы все, люди ответили, была обратная реакция, вот, кто-то вообще не ответил, кто-то вообще проигнорировал там большие блогеры, вообще там, ну, может, они даже не просматривают, что им пишут, но я писала всегда в личку, на почту там или на инстаграм, чтобы, ну, как бы видно было, а не в эту строку, чтобы не пропустили, вот, и, в общем, написала я Лену Хэппи, ей на почту, я вообще, честно говоря, Лену Хэппи написала, но я от нее вообще не ждала, что она даже ответит, девчонки, я просто стольким писала, я не знаю, может, тысячу человек я написала, вот, на, в интернете, как бы, я не знаю, ну, примерно, которые отвечают или читают иногда, вот, и вы не представляете, она мне ответила, буквально через 3 или 4 часа, ну, у нас еще понятна разница во времени, и я ей написала так, и не расписывала очень коротко, и просто описала так ситуацию и примерно то, что надо, и она мне, представляете, ответила через 3 часа, и она мне не сказала нет, она написала мне, да, конечно, я помогу, представляете, вот, просто вообще, я была просто в шоке, даже можно сказать, не то, что в шоке, а купение, что человек, во-первых, ответил быстро, что не надо было ждать там 2-3 дня, просто, и да, и просто, просто да, и ничего там, знаете, не попросил ничего, и потом я ей говорю, давайте я вам там заплачу за это там, или подарок пришлю, или что-то, ну, сам выбирайте, что вы хотели бы, вот, она говорит, нет, ничего не надо, в общем, я хочу просто помочь, и чтобы все было хорошо, вот, я просто удивилась, и потом у нас пошел этот процесс помогания, она там связывалась, и, в общем, чем смогла, она помогла, она не стала, конечно, тоже через голову прыгать, но ее никто не просил, но то, что мы ее просили, в общем, она сделала и помогла человеку, у человека, в общем, сложилась судьба в лучшую сторону, теперь это все зависит только от него, и, в общем, человек просто помог, и я, когда сейчас ее просматриваю, или заглядываю к ней на канал, что там происходит, чтобы поддержать ее, благодарность, и просто я в шоке, то, что ей пишут, и не потому, что она помогла, а просто, вот, знаете, я один раз была у нее на эфире, и она, в общем, и я просто ей поставила лайк, сердечко, да, чтобы поддержать ее, и, по-моему, я ей там кинула 20 крон, это вообще ничего, 2 доллара, это ничего просто, это даже я, это как бы неблагодарность от меня, потому что это вообще ничего, просто поддержку за этот эфир просто так, и вы не представляете, там тоже на меня посыпались, ты там из Норвегии мозги отморозила, а ты что ее поддерживаешь там вообще, а я, честно говоря, даже не в тему не вникала, я просто вижу, человек ведет эфир, в поддержку просто сделала это, потому что, как бы, она поддержала меня, я ей тоже написала, что канал, чтобы она не думала, что я там какая-то левая, прошу ее о помощи, и, как бы, вот, знаете, вот просто блогер-блогер, не зная друг друга, просто помог, и вот так вот на нее пишут, там, ты, допустим, и тупая, и злая, и всякая, думаю, а вот человек, вот люди не знают человека вообще, да, в принципе, когда смотрят блогера, вы не знаете человека, потому что вам человек показывает, там, совсем чуть-чуть со своей жизнью, и то, что он хочет показать, а иногда бывает это, как бы, закамуфлировано очень, просто я так снимаю, чтобы меня полиция не поймала, девчонки, снимать нельзя, по телефону разговаривают, а сейчас тут ездят, вот, и, в общем, меня удивляет, что люди могут такое писать, совершенно не знает человек, вот человек взял и откликнулся на помощь, и помог вообще тоже незнакомый человек, ничто не попросил, ничто за это не взял, вот, я считаю, что, ну, человека нужно ценить по поступкам, даже то, что она уже снимает видео, это ее труд, нужно как-то, ну, не нравится, уйдите, не ставьте лайк, не смотрите, а если, думаю, смотрят ее и пишут ей какие-то гадости, думаю, блин, ну, поставьте лайк и уйди с ее канала, просто затрут и, ну, и ничего не ставь, просто уйди, не трепи человеку у нервы, я вот просто, меня так возмущает просто в последнее время то, что есть такие люди на земле, да, вот, они вроде сидят там, что-то делают, их не видно, не слышно, их вот, ну, а Лену Хэппи вообще видно и слышно, и, в общем, она что-то делает, что-то старается, это ее жизнь, это ее работа, как бы она выбрала это, и критиковать человека вот за то, что как-то накрасился или как-то отделся, ну, это вообще, я считаю, тупо, она выбрала себе такую работу и нравится, смотрите, поддерживайте, не нравится, зачем такие гадости писать, и этот человек по поступкам, в принципе, очень, если вы вот так подумать, что человек хороший, и вот так многих людей многие не замечают, и это очень обидно, что вот таким людям такое пишут, и по ней же видно, что она добрая, не то, что вот там она мне помогла, я вам рассказала, просто я хочу вам рассказать, чтобы вы увидели, может, меньше ей там кто-то напишет, просто я хочу, чтобы каждый человек пытался рассмотреть человека с другой стороны, а не сразу обосрать, потому что столько много всякого абсера в нашей жизни, находят какие-то там недостатки, я сейчас, я сама иногда крышу вот этим, знаете, всякой фигнёй за спиной, я над собой работаю, чтобы этого не делать, вот, потому что всё-таки люди познаются в поступках, как, какие, можно иногда ляпнуть что-то не то, можно иногда сделать что-то там, ошибиться, но нужно стараться всегда рассматривать человека с лучшей стороны, я, в общем, не знаю, девчонки, вот, кто пишет ей плохое, я считаю, вот, посмотрите на неё немножко с другой стороны, я просто хочу, чтобы увидели, чтобы не писали ей гадости, ну, я думаю, что у меня вот эти хейтеры её никто не смотрит, надеюсь, ну, я думаю, что сто процентов, ну, просто, если её кто-то смотрит, мне хотелось бы, чтобы её там поддержали, лайком я не прошу её там денег отослать, но лайком можно поддержать человека за то, что просто она хороший человек, потому что всё-таки нормальных, адекватных людей очень мало, а с кем они встречаются, каких собачек, кошечек заводят или не заводят, это вообще не важно, это уже их выбор, их жизнь, в общем, вот так вот у меня было про Лену Хэппи, потому что я про неё думаю, и я смотрю, и мне обидно просто за человека то, что вот так её обсирают, и не только её, много очень хороших людей, и мне очень обидно в последнее время за неё, что просто люди какие-то вот слишком уж злые, вот. Не знаю ещё, что сказать, но вот меня просто это задело очень сильно, и вот такая ситуация в жизни случилась, я решила с вами поделиться и думаю, блин, вот так бывает, что ты метишься, да, не знаешь, кого спросить, как помочь, и тут просто, в общем, человек вообще там с другого конца земли через какое-то там письмо просто помог, без ничего, без всяких там денег, без всяких вознаграждений, без всяких там ничего, в общем, не знаю, девчонки, если вы её смотрите, просто поддержите её лайком, ну, а кто не знает, её канал называется Лена Хэппи, она живёт в Америке. Так что вот такое у меня было сегодня болтологическое видео, я хотела снять его уже, наверное, полмесяца назад, и всё, знаете, всё, у меня времени вечно нету, но решила, вот пока еду, всё-таки с вами сегодня на эту тему чуть-чуть поболтала, и чуть-чуть её хочу поддержать, и всё-таки таких людей слишком мало, я надеюсь, их будет намного больше, которые вот какие-то душевные, без всякого там корысти, без всякой там, ну, не знаю, я считаю, что просто молодец, и я её сильно поддерживаю. Ну что, девочки, покажу вам платье на незаправленной кровати, так как у меня сегодня очень такой длинный день, можно сказать, 14-часовой рабочий день, так получилось, но вот так бывает иногда, и я вот спешу на работу, уже опаздываю, но нужно выложить мне сегодня видео, вот, и поэтому, ну, вот вам снимаю быстро платье, вот так оно на пуговках, застёгивается, просто я достала сейчас со шкафа, я ещё не гладила, и незаправленная кровать, но это не страшно, вот, называется так вот, Мария Филиппа, стопроцентный бамуль стоит, но вот видите, как она сделана, вот так вот она, как бархатная немножко, не знаю, как материал называется, очень классно, надо стирать на 30-процентный, в общем, градусов на 30 градусов, нужно стратить, какой цвет, такие цветочки, знаете, такой бабушки на платье, теплая на зиму, ну, это вот я взяла, что не всегда зимой ходить в штанах и в кофтах, можно пододеть какую-то шерстяную тонкую майку под и ходить на работу, в общем, вот такая штукенция платье, и цвет очень красивый, меня вот освежает, там было ещё одно другое, ну, вы сами смотрите, вот ещё вот такая вот кофта, а не платье, купила со штанами носить, тоже очень удобно, ну, на 50% на скидках можно брать, и то выходит дороговато, но, знаете, мне давно хотелось что-то такого, единственное, мне вот эти вот не нравятся, я не люблю совсем такое женственное, вот, я люблю такое более строгое, но мне понравилось, и как к телу сидит, и материалы, в общем, посмотрим, сколько я проношу, надеюсь, я буду довольна, и цвет очень классный, и платьем я довольна, такое зимнее платье. В общем, осталось мне сейчас голову привести в порядок, я уже накрасилась и убегаю на работу, сегодня вся в чёрном, потому что у меня сегодня два собеседования, на каждой не оденешься, и, в общем, решила одеться в чёрное, но красное пальто, вот, сегодня опять красное пальто, в общем, девушка в чёрном сегодня, и сегодня, может быть, успеющим встретиться с девчонкой, попить кофе, занюхать новинки парфюмерии моей, вот, сегодня опять дёрзкие тени, но что их показывает, свет плохой, невинный. Так, ну всё, сегодня, наверное, приеду домой и просто рухну, вот, всем спасибо за внимание, всем пока, всем до новых встреч. Снимаю сейчас для девчонок, те, кто заходят ко мне иногда, когда я работаю в магазине, в общем, иногда, девчонки, я бываю очень такая уставшая, и вы заходите ко мне, многие заходят, так, поддержают меня, поболтают, просто мы там болтаем, что-то интересное смотрим, нюхаем, классное, я всегда показываю вам, рассказываю, вот, делюсь с вами чем-то, и, в общем, бывает, девчонки заходят уже под конец дня, или в такой день, даже не под конец дня, а в такой день, когда я уже такая просто устала или у меня настолько много информации в голове, что я как бы работаю и в то же время думаю о чём, ну, о другом чём-то там, ну, о каком-то решении или там чего-то там, что мне нужно сделать там. У меня бывает, знаете, такое лицо, мне всегда говорят, что, ой, ну, не то, что строгое лицо, а там, типа, ты не хочешь, ну, как будто такое ощущение, что ты не хочешь меня видеть, и, типа, того, ну, как бы обижаются многие и уходят. Бывает такое, что уже зайдут и быстро убегают. Мне кажется, ну, кажется, я знаю, что я так выгляжу, что, типа, того, типа, чё пришла, чё пришла. Нет, девчонка, у меня никогда такого нет, когда вы заходите, я всегда рада, что вы ко мне зашли. У меня нет такого, что пришла, типа, иди отсюда, ты мне мешаешься, у меня такого нет, нет. Я всегда радуюсь, кто бы не зашёл, кто со мной разговаривает. Мне всегда вам хочется показать новинки, мне всегда хочется вам что-то рассказать, да или просто поболтать, рассказать там, ну, если вы меня спросите, как у меня дела, там я расскажу, всё хорошо, вот, вы там заходите, мне тоже хочется спросить, как у вас дела, что, ну, потому что иногда с многими общаемся, но если вы увидите вдруг у меня такое какое-то странное лицо, что вам показалось, что я там, типа, того, вы мне мешаетесь, это знайте, что такого нету, просто, просто значит, я устала или, там, думаю о чём-то слишком много дел, вот, что я, как бы, не могу разобраться. И это не значит, если там я устала, наоборот, надо там быстро убегать от меня, нет, наоборот, там, постойте, поболтайте со мной, если даже у меня там какой-то клиент, подождите там, если у вас есть время. Просто была вчера такая ситуация, девочка от меня сбежала, и мне прям так это, думаю, блин, а у меня такой шухер был, привезли очень много товара, и я одна, и там сейчас эти, знаете, воры активируются, и приходится охранников очень часто вызывать, и чтобы даже вот людей не хватает у нас, и чтобы даже в туалет сбегать, нужно вызывать охранника, чтобы он постоял, и у тебя он не может стоять, ждать долго, там, нужно быстро сбегать, потому что у него не один, как бы, ну, не один объект, вот. И так же, девчонки, если вдруг, то, наоборот, если у вас есть время, стойте, подождите, поболтайте, и не шугайтесь меня, если у меня какое-то лицо там не такое, в общем. Это для тех, если кто-то меня смотрит, и если кто-то ко мне заходит. поздороваться.